Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы поговорим сейчас о 10 главе первого послания апостола Павла к Коринфянам. Между 9 и 10 главами пролегает некоторый водораздел, потому что до конца 9 главы Павел более или менее просто, применяясь к своим читателям, старался сформулировать свои очень непростые и часто глубокие, глубже человеческого рассуждения мысли. В 10 главе мы сталкиваемся с таким типом рассуждений, который в основном будет впоследствии востребован в послании к евреям, которое составил кто-то из учеников Павла по мотивам, так сказать, Павловых мыслей. Здесь мы видим, как Павел переходит к рассуждению в совершенно другом стиле, в стиле образованного фарисея и такого скорее аллегорического толкования Священного Писания Ветхого Завета, что обычно не очень характерно для апостола Павла по той простой причине, что читатели его совершенно не готовы воспринять так то, о чем Павел говорит. Но здесь, повторяя, мы видим несколько таких путей рассуждения, очень и очень характерных для образованного фарисея. Мы можем найти аналоги в той или иной нехристианской иудейской литературе первого или даже минус первого столетия, аналоги этих рассуждений, особенно, конечно, в Талмуде, который, собственно, был не так сильно позже писем Павла составлен, ну или начал составляться. Характерные, таким образом, повторю, для иудейской культуры. И вот их-то понимать оказывается гораздо труднее, чем те места, где Павел, так сказать, рассуждает как обычный человек. Что апостол имеет в виду, иногда бывает сказать достаточно трудно. Вот в начале 10 главы он говорит, «Хочу вам рассказать, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море». Ну, хорошо, да, были под облаком, прошли сквозь море предки Павла и предки всех иудеев. Дальше что? И вот тут он применяет очень интересное слово. Он говорит, крестились в Моисея в облаке и в море. То есть апостол видит так, что вот Моисей погрузил жезл свой, расступились воды Красного моря, и, как написано в исходе, гнал Господь воду сильным восточным ветром. Воды отступили, Израиль прошел слева вода, справа вода посередине суша. Вот и облако славы Божьей над станом народа Божьего, над этим самым путешествующим народом двигается. Ну, хорошо, да, вышли таким образом из рабства к свободе. Из рабства к свободе, вслед за Моисеем. И вот Павел сюда ставит слово «крестились в Моисея в облаке и в море». И рядом с этим надо читать его слова из послания к римлянам «Все мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Потому что одним этим словом апостол Павел предлагает целую картину, очень сложную, на самом деле многогранную картину того, что такое для него вступление в завет с Богом во Христе Иисусе, что такое для него крещение. Ну, точно так же, как, скажем, апостол Петр говорит, что крещение есть не плотской нечистоты омытия, а обещание Богу доброй совести. Так вот здесь апостол Павел говорит о том, что «вот наши отцы крестились в Моисея» или «омылись в Моисея», потому что он же употребляет слово «баптизма», которое означает «омовение» в том языке и лишь отчасти имеет, скажем, некие ритуальные коннотации. Вот что Павел хочет, чтобы читатель увидел. В облаке и в море все отцы, весь народ Божий выходит из рабства к свободе, выходит вслед за Моисеем, потому что Моисей идет первым и прокладывает путь, так, как мы, крестясь, идем за Христом по пути от рабства к свободе, причем по пути, который Бог нам создал в совершенно непроходимых смертельных условиях и вслед за Иисусом. И дальше он говорит, что «все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из последующего духовного камня, камень же был Христос». Ну да, отчасти, конечно, очевидно, что это отсылка к той истории, когда народ Божий страдал от жажды в пустыне, и Моисей ударил копьем, жезлом в скалу, и из скалы вытек источник воды. Да, конечно, но все-таки мы видим, как для Павла и тот камень – это и есть Христос, то есть камень является аллегорией, скажем так, Христа. И вот это вот то, что измученным жаждой в пустыне людям вытекла вода из этого камня, это вот Павел называет духовным питьем. И все мы, говорит апостол, все мы на самом деле идем этим путем вслед за Моисеем или за Христом по пути из смерти в жизнь, из рабства в свободу, по пути, который создал Бог специально для нас и дает нам действительно некоторое питье во Христе Иисусе. Такой, повторю еще раз, несколько необычный для Нового Завета, нехарактерный, скорее так даже скажем, образ мысли. Только в послании к евреям он в концентрированном виде такой способ мышления фигурирует. И вот Павел говорит, это все для нас образы, образы, чтобы мы не были похотливы на злое, как они, имея в виду ветхий Израиль. И поэтому он говорит, давайте тоже не будем, как они, не станем блудодействовать, имеется в виду, конечно же, поклонения идолам. Не станем искушать Христа, как некоторые. С одной стороны, более или менее понятны призывы апостола, не будем искушать Христа, не будем поклоняться идолам и так далее. При этом не всегда и не вполне понятны его отсылки к тем или иным компонентам ветхой истории. Но, может быть, это и не так принципиально важно. А важно, что сам Павел говорит коротко так, кто стоит, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. То есть апостол предостерегает своего читателя, что вот о чем. Ну да, мы крестились во Христа, мы прошли за ним от смерти к жизни, от рабства к свободе. Но свобода такая вещь, что опасность отпасть, она существует. И не надо об этом забывать. Не надо об этом забывать. Надо обращать внимание на, так сказать, состояние своего сердца, на то, верен ли ты Богу. Это не бывает автоматически. Невозможно так, чтобы один раз принес вассальную присягу, и дальше все хорошо. Так это не работает. Поэтому апостол говорит, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Это не мы верны, это Бог верен, который не попустит вам быть искушаемым в сверх сил. То есть в отношениях между людьми, между христианами Коринфа, например, и Богом апостол Павел подчеркивает, что это Бог верен, это он точка опоры. А мы призваны не полагаться на самих себя, не делать вид, что мы такие прям уже надежные, супер, и будем хранить верность Богу без всякой помощи с его стороны. Так, говорит Павел, не бывает. И поэтому он говорит, все-таки, возлюбленные мои, убегайте, идолослужение. Чуть выше, в 8 главе, он начал говорить о том, что ну вот это самое идоложертвенное, которое лучше не есть, чтобы не смущать людей. Так-то, говорил тогда, в 8 главе Павел, мясо себе и мясо, и совершенно неважно, там, пытались его принести в жертву несуществующим богам или не пытались, ничего от этого не изменилось. Но вот апостол говорит, но все-таки избегайте этого, избегайте, говорю это вам как рассудительным, потому что, говорит апостол, мы приобщаемся к крови Христовой, чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение к крови Христовой, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. Снова Павел говорил о том, что Бог воскресил Иисуса, воскресит нас с Ним, и мы таким образом в нашей реальности, в реальности нашего воскресения части, как Павел выражается, члены тела Христова. И это реальность, которая уже сегодня работает, так сказать, действует в нашем мире, и поэтому уже сегодня важно, как мы поступаем. Павел в той части разговора предостерегал от блуда. И вот здесь он продолжает, возвращается, вернее, к этому же рассуждению. Он говорит, ну это ведь реальность, мы действительно приобщаемся к телу Христовой и крови Христовой через этот хлеб и эту чашу. Ну, конечно, исследователи, в зависимости от того, что им больше нравится, спорят о том, что апостол Павел имеет в виду, насколько соответствует его представление богословскому учению современных христиан. Да, конечно, но все-таки, мне кажется, важным увидеть то, что для Павла это реальность. Это реальность. Вот он говорит, один хлеб и мы многие одно тело, как в Дедахе, учении 12 апостолов, которое было написано, ну, не больше, чем через полвека после этого Павлова послания, да, в молитве Евхаристии говорится, как этот хлеб, быв рассеян по холмам, был собран, чтобы стать хлебом, так собери нас во царствие твое. Ну, я не точно цитирую, смысл вот такой. Так и Павел здесь говорит, видимо, действительно, Дедахе фиксирует вполне древнюю апостольскую традицию. Павел говорит, одно, один хлеб и одно тело. В нем мы соединяемся, и для Павла важно, что это реальность не только в духе, не только в мыслях, но реальность физического мира. Вот что для него существенно. Он, по-видимому, очень чувствует, насколько правда Божья, воля Божья, Слово Божие действует в этом мире, живо и действенно, как пишет в другом месте сам Павел, проникает до разделения составов и мозгов. И вот поэтому он говорит о том, что реально это и есть кровь Христова, это и есть тело Христова. И один хлеб, и мы многие одно тело. Приводит он здесь аналогию с жертвенником, и единством тех, кто питается от жертвенника. Дальше Павел говорит, а зачем, собственно, он все это рассказывает? Он не хочет сказать, что язычники в своих жертвах делают что-то осмысленное. Нет, говорит он, язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. И вот апостол говорит, но вы-то, вы реально по-настоящему в теле, физически становитесь одним телом, причащаясь настоящего тела и настоящей крови. Это не какие-то там, понимаете, символы, обозначения и прочие воспоминания. Это реальность, это вот сам Иисус соединяет нас в своем воскресшем теле. Поэтому, говорит апостол дальше, я и не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Вот, собственно, что для него существенно. Он говорит, вот это единственный, с его точки зрения, аргумент для того, чтобы не участвовать в этих самых языческих трапезах и не есть изложертвенного. То, что в отличие от всех этих языческих манипуляций, но наше-то общение с Богом в трапезе Господней – реальность. Поэтому, говорит Павел, не будем оскорблять эту реальность участием в какой-то фальшивке языческой. Снова он повторяет, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Почему? Потому что ты о другом подумай, о том, как твое поведение будет воспринято другими людьми, и не послужит ли оно к соблазну. Никто не ищет своего, но каждый польза другого. И в этой части, в конце 10 главы, апостол говорит, да ешьте вы все, что там на базаре продают, без исследования. То есть не допрашивайте, а есть ли там у него в составе идоложертвенное, нету ли какого-нибудь, не знаю, животного белка, как сейчас христиане в пост придирать, чего читают мелким шрифтом, какие-то упаковки, или как это, надписи на продуктах. Не оказалось ли при изготовлении этих макарон там что-то в их составе. Короче говоря, Павел говорит, да не исследуйте его, ешьте без исследования, ешьте без исследования для спокойствия совести, потому что все принадлежит Богу, Господня Земля, и что наполняет ее. Поэтому, то есть он снова повторяет, что даже если это и было идоложертвенное, от его идоложертвенности в химическом составе и свойствах биологических питательных в этом месте ничего не изменилось. Поэтому ешьте спокойно, но, говорит апостол Павел, вот если вам скажут, что это идоложертвенное, и будут смотреть, а как ты, станешь это есть, как идоложертвенное, настоящее всерьез, или не станешь, тогда, говорит вам, но если вам кто скажет, тогда не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. То есть для него чужая совесть, совесть того, кто смотрит за твоим решением, вот это важно. Для чего в моей свободе быть судимой чужой совестью? Он говорит о том, что если я с благодарностью ем, в конце концов, и никого это не смущает, никто не спрашивает меня, ничего не рассказывает. Ну и прекрасно, с благодарением принимаю пищу. Но если это может кого-то смутить, то не буду. Не буду есть мясо вовек. Не потому, что что-то в этом есть, реальное, в отличие от хлеба Господня, а для чужой совести, для того, чтобы его уберечь. И в конце снова он говорит, ищите не своей пользы, но пользы многих. И еще замечательные его слова, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божью. То есть, все делайте так, чтобы в этом было возможно присутствие самого Бога. Слава Бога здесь, это ведь не дурные вопли а-ля слава КПСС, которые хорошо помнят люди моего поколения, когда славы нет, а лозунги в большом количестве. Здесь не так, слава Божья, это что-то совершенно другое, потому что здесь как раз величие и есть, в отличие от КПСС. Слава Божья, это присутствие самого Бога, возможность этого присутствия. Едите ли вы, пьете ли, делаете что-нибудь еще, все делаете в славу Божью. Апостол говорит, имея в виду, чтобы во всем, что вы делаете, было место благодарению, чтобы дать Богу первое место. Богу первое место. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!